Ну, вообще вирус Зика известен с 1947 года, и насколько я знаю, вот, и насколько я знаю, что раньше он не вызывал никаких изменений у детей в утробе матери, и более того, сейчас там, где есть обнаружен этот вирус, там тоже не наблюдается аномальных развитий. Поэтому, конечно, сам вирус мог быть модифицирован и направлен на то, чтобы действительно влиять на рождаемость, но это может быть связано, конечно, не с вирусом, то, о чем написали в своей статье бразильцы, что действительно это могли быть и химикаты. Например, они привозят данные о перепроксифене, который используют как раз для борьбы с комарами. И этот препарат, он затормаживает развитие комаров, и они считают, если вот он попадает в воду, то он мог вызвать такое аномальное развитие плода у человека. И здесь они приводят пример с талидомидом, который вызвал огромное количество уродств у рожденных детей, и применяли его даже беременные женщины для того, чтобы там более быстрее уснуть, то есть как снотворное средство. И здесь, конечно, то, что химикаты могут влиять на развитие плода, это несомненно. И поэтому, действительно, был ли этот вирус ЗИКа, или это химикаты, которые попали в воду, или это, например, те же самые генетические инфицированные, вот сейчас есть даже информация о генетических инфицированных комарах, которые тоже могли оказать какое-то влияние. Это могут быть и генетически модифицированные растения, используемые в пищу, как какая-нибудь новая линия. Но здесь я даже могла бы потом, после вашего вопроса, рассказать о том, какие мы исследования проводили в этом направлении. Ну, мы в свое время проверяли генетически модифицированную СОЭТ, линию 43.2, устойчивую к раундапу, и у нас было недоразвитие потомства. Около 40% крысят были недоразвитыми абсолютно. И все выжившие крысята, да, была еще очень высокая смертность среди потомства, и все выжившие были бесплодными. Это после того, как мы добавили в корм немножко генетическую инфицированную СОЭТ. Причем эту СОЭТ очень широко используют в мире, в молочных, колбасных изделиях, хлебобулочных и так далее. Но просто на человеке сразу это не видно. Почему? Потому что должен быть некий период. А в эксперименте это видно очень быстро, что происходит не только со взрослыми животными, но и с потомством. И не только трансгенная СОЭ, но и трансгенная кукуруза, трансгенные овощи, фрукты могут приводить к такому же эффекту. И вот здесь идет такая очень мощная борьба между транснациональными компаниями, которые продуцируют генетическую инфицированную организму, и учеными во всем мире. Поэтому то, что произошло в Бразилии или в других странах, в странах Латинской Америки, то это могло быть связано, конечно, с разными причинами. Это мог быть модифицированный вирус ЗИКа, это могли быть химикаты, это могли быть генетически модифицированные растения, которые используются в качестве продуктов, которые привели к такому аномальному развитию плода. И здесь я хотела бы, наверное, вернуться на 40 лет назад, когда в Соединенных Штатах Америки был принят меморандум 200, согласно которому необходимо сокращать население. И первыми такими странами были 13 стран. Это развивающиеся страны, но с богатыми ресурсами природными. Туда вошла и Бразилия, и Аргентина, и Турция, и Индия, и Россия. И именно в эти страны стали запускать различные и химикаты, и продукты, которые могли приводить и к высокой смертности, и к тому, чтобы женщины не рожали. Например, Бразилия была первой моделью этого меморандума 200, потому что именно в 1976 году там было зафиксировано огромное количество женщин, которые были стерилизованы насильственно. И, понимаете, этот процесс идет очень давно. Процесс по сокращению населения на нашей планете. Это несмотря на то, что когда посмотреть, что происходит с населением в разных странах, оказывается, что смертность во многих странах уже давно превышает рождаемость, и население не растет, оно сокращается. Но вот те, кто запустил вот этот проект сокращения населения, они на это не обращают внимания. Или наоборот, это может дать им еще большие силы, чтобы в большей степени воздействовать на население разных стран, фактически очищая территорию. И я думаю, что то, что сейчас произошло с вирусом ЗИК, это одно из действительно биологических, новое биологическое оружие, которое направлено на то, чтобы женщины вообще не рожали. Но это привело к тому, что женщины рожают, но просто дети больные. Меморандум 200. Вообще очень хорошо об этом меморандуме было написано в книге Уильяма Энгеля «Семья разрушений. Тайна подоплека генетических манипуляций». Ну, в принципе, если вы наберете в интернете «Меморандум 200», вся информация там есть. Это меморандум направлен на сокращение населения на нашей планете. И в первую очередь там было 13 стран, список 13 стран, в которых в первую очередь нужно сокращать население. Вот там была, кстати, Бразилия, Индия, Турция, Россия, Аргентина и другие страны. И дальше уже идет разработка разных способов, как это сделать. Начиная от стерилизации женщин и кончая различными химикатами, продуктами питания. Те же самые генетически инвестируемые организмы, когда мы проверили на крысах, крысы относятся к классу мулькопитающих, даже как и человек, то просто в шок пришли, потому что очень высокая смертность новорожденных крысят, опять-таки недоразвитие и бесплодие. Если подкармливать мы в корм самок, немножко добавили вот эту транскерную соль. Если, например, добавлять в корм не только самкам, но и самцам, то только где-то порядка 15% самок смогли родить, а 85% родить не смогли. И, понимаете, это оружие, направленное против человечества. Но объясняют они это тем, что слишком много людей на планете. И несмотря на то, что очень многие организации общественные, научные, говорили о том, что можно найти совершенно другой способ, гуманный способ. И вот один, вы знаете, что в Китае просто запретили рожать второго ребенка. И более того, ведь многие женщины даже не очень хотят рожать. И тем не менее продолжается вот эта вот травля, я бы сказала, на генетическом уровне, на химическом, биологическом. То есть идет, просто людей травят. И некоторые страны просто являются как бы даже подопытными у них. Они смотрят, что у них там происходит, и после этого используют те же самые средства в других странах. Я думаю, что очень много искусственно созданных вирусов. И, опять-таки, когда, например, говорят, что начинает гибнуть скот, да, и мы предлагаем, а вы поменяйте им корм, и, может быть, они перестанут погибать. То есть вот сейчас как бы немножко в другую сторону пошло человечество, не в сторону создания, может быть, даже модифицированных вирусов, а в сторону вот биокормов, куда входят трансгенные организмы. Я сейчас вот приведу пример, что происходит в Германии. Но часто они сваливают это на наличие какого-то вируса, который, на самом деле, потом никто найти не может. Но нужно как-то объяснить, почему вдруг не с того, не с сего начинают погибать животные. И легче это свалить на какой-то вирус непонятно, да, чем на самом деле объяснить истинную причину. То, что, например, были использованы какие-то химикаты или были использованы вот измененные растения, которые вошли в корм тех же самых животных. Например, вот в Германии, я недавно там была, я была просто шокирована тем, что очень многие фермы были закрыты. Закрыты из-за того, что стали погибать телята, взрослые животные. И это было связано с тем, что пошли новые биокорма, американские биокорма, которые, наверное, конечно, я думаю, точно содержали генетически инфицированные растения. Дело в том, что в той же самой Германии еще несколько лет тому назад была такая нашумевшая история фермера Готфельда Локнера. Он выращивал трансгенную кукурузу и был очень доволен урожаем. А после этого он завел стадо коров и стал как бы скармливать этим коров эту кукурузу. И у него сначала умерли телята, а потом фактически он потерял все свое стадо, 70 голов. Он подал в суд, это была компания Сингента, которая ему продала семена, и даже выиграл этот суд. Но вот почему-то немецких фермеров это как-то не обеспокоило. Не обеспокоило это правительство Германии. И когда уже пошли вот эти американские корма, и у фермеров стали погибать животные, то очень многие фермеры даже не понимали, что реально происходит. И тоже думали какие-то вирусы или там еще что-либо. Ну а в результате позакрывали практически очень много ферм в Германии. И теперь вот производство молока уже опять-таки этот рынок достался транснациональным компаниям. Это еще и некий способ захватить рынок. Ну а уж какое-нибудь там молоко выпускают, ну какое угодно. То есть там, например, однажды стали проверять створок, и выяснилось, что там нет молока, что там сырая мука, пальмое масло и всякие усилие там добавки. Поэтому, понимаете, ситуация действительно очень сложная. И Германия, она вот находится под таким сильным и мощным давлением в Соединенных Штатах Америки, и поэтому выполняет все, что, как говорится, не приписано. А это вот привело вот к такому результату. У меня, например, даже есть письмо от одного фермера, который просто крик души о том, что происходит сейчас в Германии. Но это же не только в Германии. Такая же ситуация во Франции, такая же ситуация в других европейских странах. Сейчас есть вот информация о том, что ни с того ни с сего стали гибнуть коровы и у нас в России. А что касается вообще, как влияют и продукты питания, и химикаты на деторождение, то у нас же в больницах очень много женщин с замерзшей беременностью. Более того, центры по экстрапоральному оплодотворению в них очереди. То есть уже молодые люди не могут сами зачать ребенка. Это говорит о том, что что-то, конечно, было использовано. Я думаю, это опять-таки продукты питания, это напитки, это, возможно, лекарства. Что привело тут к такому результату. Да, вот мы даже, есть такой прогноз, что, ну, поскольку страдают дети тех родителей, которые ели ГМО, да, и есть прогноз, что если вот данные эксперименты перенести на человечество, то уже через 20-30 лет сокращение человечества будет почти на 80% из-за бесплодия. Ну, дети, да, дети даже не больные, просто они не могут родить. И, я говорю, поэтому вот в центрах по экстрапоральному оплодотворению даже у нас в России уже в очереди. На это обязательно нужно обратить внимание. И то, что сейчас у нас вот к санкции, это, кстати, очень хорошо. Для России, поскольку в основном трансгенные организмы шли из других стран. Но в России необходим контроль за семенами, потому что семена мы тоже получаем из-за рубежа. Ну, у нас в России официально разрешены 17 линий. Это таких культур, как кукуруза, соя, картофель, рис и свекла. Хотя все вот эти культуры, все эти линии этих гем-растений, ну, я имею в виду, что там 8 линий кукурузы, там 3 линии сои, 3 линии картофеля, там одна линия риса и одна линия свеклы, и получается 17 линий. Все вот эти вот линии, они запрещены были в Европе. Но, тем не менее, Европа тоже успела как бы повесить этих трансгенных организмов, продуктов. И более того, что, несмотря на то, что не запрещено, часто они даже не могут действительно их выявить, поскольку появляются новые линии с новыми генами. И мы, например, сейчас пытаемся разработать прибор, основанный на анализе физико-химических свойств генетических и мастерных растений. Ну, очень хотелось бы, что все-таки правительство нашей страны, оно как бы озаботилось этой проблемой, и это не должны создавать такой прибор, там, люди, которые сейчас уже на пенсии, у которых нет лаборатории. Этим должны заниматься крупные центры научные в России. А у нас вот сейчас выходит прибор, который сделали алтайские ребята, и они были просто удивлены, что до сих пор в России нет вот этих приборов по определению ГМО, я имею в виду для персонального использования. У нас, конечно, есть лаборатории, в которых можно определить, является ли продукт генетически инфицированным или содержит продукт ГМО. Ну, анализ достаточно дорогой, он стоит 400,5 тысячи рублей, и, конечно, многие не по карману. И поэтому была идея выпустить серию таких персональных приборов, чтобы люди сами могли определять продукты. Ну, сейчас, понимаете, поскольку сейчас идет импортозамещение, может быть, наше правительство надеется, что через некоторые вообще не будет ГМО у нас в стране, только тогда можно будет выпустить эти приборы. А сейчас, возможно, они просто элементарно боятся, что действительно продуктов таких окажется очень много. Хотя по той статистике, которая вот у меня была, около 80% трансгенных организмов продукта не было где-то в конце 90-х годов. Потом, поскольку началась такая активная борьба против использования питания, процент снизился до 6%, а потом даже до 0,6%. Ну, опять-таки, как проверять? По ГОСТу у нас положено проверять одну пару регуляторных генов, а таких пары 5 или 6 пар. Поэтому, если, например, нам прислали линии с другой парой регуляторных генов, то мы можем не определить. И почему мы пытались создать приборы, основанные на физко-химических свойствах? Но, к сожалению, все мои призывы помочь нам и с финансированием, и с лабораторией ничем не закончились. То есть очень мало людей, которые нас поддержали, и в результате работы очень сильно затянулось из-за этого. И когда я сейчас спрашиваю, да, есть ли у нас, например, в продуктах ГМО или происходит ли генетическое загрязнение, то мы ничего сказать не можем, поскольку действительно у нас нет необходимой аппаратуры для этого. Для этого, да, нужно идти в лабораторию и проверять, платить эти большие деньги. Я просто что хотела сказать, что вот причины того, что произошло в странах Латинской Америки, могут быть как вот эти генетические латерные организмы, которые входят в питание, как химикаты, которые очень активно используются в этих странах, не только для борьбы с комарами, но и для посевов. И все это попадает в воду. Ну, например, те же самые ГМО, они устойчивы к раундапу. Основной компонент глифосад – это гербицид, который приводит и к онкологии, и к генетическим эмбриональным аномалиям. Это тоже давно было показано, и то, что вот основной компонент глифосад, он может вызвать нарушение развития эмбриона. А сейчас в странах Латинской Америки там тоже закрывались фермерские хозяйства, и все вот эти площади засаживались трансгенными растениями, которые устойчивы к этим гербицидам, то есть к этим химикатам. Устойчивость означает, что они не погибают от них. Их используют для борьбы с сорняками. Но все эти химикаты, естественно, попадают в почву, попадают в воду. И более того, растения, которые выращены с использования таких химикатов, они тоже содержат следы этих химических веществ. И поэтому то, что произошло в Бразилии или в других странах, может быть просто результатом такого обильного использования и химических веществ. То есть нельзя, если вы использовали эти химические вещества против комаров или для того, чтобы брать сорняки или еще для чего-либо. Но химикаты, они, конечно, плохо проверены. И поэтому как они подействуют, никто толком не знает. И у нас, к сожалению, нет такого жесткого контроля, нет наказания, если они используют очень много вредно-химических веществ или они используют трансгенные семена. Закон о забрете ГМО до сих пор не принят. Несмотря на то, что он уже был одобрен, законоправитель был одобрен правительством, он уже прошел первое чтение в Госдуме. Но тем не менее, будет еще второе чтение, нужно, чтобы было еще третье чтение. И закон до сих пор не принят. И вот здесь, конечно, если правительство не обеспокоится здоровьем населения и нашим будущим поколениям, то вы сами понимаете, к чему это может привести. Иногда мне женщина спрашивает, многие женщины не могут родить ребенка, вот замерзшая беременность, выкидыши. И я вам говорю, что нам делать? Я говорю, я вам рекомендую пожить какое-то время в деревне, питаться только деревенскими продуктами, которые они выращивают уже много лет сами. Они те, которые, иногда бывает, посевной материал покупают в магазине. И хотя бы несколько месяцев, тогда и все будет нормально. Те, кто это сделал, решил, что да, я хочу ребенка, я лучше буду жить в деревне, у всех на самом деле результат сейчас очень хороший.